Добрый день, дорогие друзья и коллеги! Это передача «Что делать?» Я ведущий Виталий Тетяков. Наша очередная передача посвящена теме, точнее говоря, феномену, с которым абсолютно не будет что-то, и зрители не знакомы, хотя многие являются членами или элементами как раз вот того, о чем мы сегодня будем говорить. Точная тема передачи звучит так. «Парикариат. Новый угнетенный класс 21 века». Мы по-прежнему помним лозунг «Порезвив пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но большой вопрос сохранился ли сегодня рабочий класс, или там пролетарии. А вот, как утверждают специалисты, в том числе присутствующие в этой студии, возник новый класс. И вот как раз он называется «Парикариат». Кто это? Сейчас знающие люди скажут это более отчетливо, но это вот столь любимое слово «фрилансеры» у нас. Это, я так понимаю, так называемые «самозанятые», которых правительство как-то пытается куда-то прислонить, юридически оформить. Это все, кто работает на договорах срочных. А таких сейчас много, даже в организациях, в которых традиционно считалось, что человек поступил, там в трудовую книжку запись делали, он пока его там не уволили, на пенсию не ушел, он там может работать. Это студенты, которые где-то подрабатывают. В общем, это огромное число людей, трудовые отношения которых с работодателем либо неясные, либо ограничиваются очень малым и там каким-то конкретным сроком. И возникает ощущение, что вся эта группа людей, а их миллионы в нашей стране, а в мире десятки миллионов и сотни миллионов, что они не защищены социально, поскольку вся социальная деятельность государства и профсоюзов традиционно направлена на тех, кто находится вот на этих долгосрочных трудовых отношениях с работодателем. Это я вот так своими словами описал ситуацию. Ну, Жан Терентьевич, вы единственный, кто в нашей стране выпустил книгу под названием «Прикариат от протокласса к новому классу», просто другой фундаментальной литературы у нас на данный момент нет. Поэтому поясните, что это такое, как возникло и какой примерно масштаб? Ну, прежде всего, хотел я напомнить буквальное значение этого слова. Оно образовано от латинского слова «precarius». Это значит «нестабильный», «неустойчивый», «негарантированный». И вот если перенести эти понятия к тому, что мы сейчас имеем социальные реальности, мы имеем огромное количество социальных групп, которые кто-то называет классом, кто-то еще воздерживается. Но сюда входят, во-первых, группы, которые связаны с неформальной занятостью. То есть с ними вообще не заключает договор. То есть устный договор, и вот по нашему исследованию это 10-15%. Вторая – это временная занятость. Это когда ограничивают определенным сроком, нанимают человека, а потом неизвестно, будет продолжено или нет. Третий момент – это неполная занятость. Когда человек ограничивают определенным отрезком рабочего времени, рабочей недели или рабочего времени. Еще сюда бы я добавил людей, которые заняты сезонной занятостью. Это вот, которые связаны мореходством, лесным хозяйством, золотодобычей. Это группы. Это есть еще новые моменты, которые появились. Есть такой феномен, я, может, после скажу, заемный труд. Когда человека одалживают другому рода, нанимателю одалживают другим. Ну и частично окажется кандидатами являются выпускники школ, выпускники вузов, являются мигранты частью них. Ну и даже такой феномен, который получил распространение, имеют это фрилансеры. Хотя кто-то из них восторгается, но они тоже, в общем-то, неустойчивые. Все вроде стремятся быть абсолютно свободными от договорных отношений. Вот эти вот я перечислил группы. То есть люди творческих профессий во многом как раз в прикоре отходят. Да, и именно это не только к рабочим, не только к всей интеллигенции, это и к служащим, людям занятых в самых различных сферах. То есть это совершенно новый принцип классовообразования. Я считаю, что это в основе проблема занятости. Насколько человек в той или иной мере в общем ввлечен в самые разнообразные формы занятости. И насколько они велики, и почему классы. Это уже до... Эксперт считает, что это 45-50, а некоторые даже говорят 60%. Трудоспособного населения. Да, трудоспособное население. Ну вот как раз тогда эти вот 40-30 миллионов, кто никак не может найти наше правительство, видимо, вот во многом к этому относятся. Ну и правильно я понимаю, что фактически они лишены либо всех, либо почти всех прав, которые имеет человек, который занят по классической схеме. Или лишены, или очень ограничены. Да, пожалуйста, кто хочет. Это вообще-то международная проблема-то. Это не российский феномен. Это все, это международный феномен. И еще в 2012 году состоялась конференция Международной организации труда, на которой как раз были даны, выработаны критерии, точнее, обобщены критерии. Это, так сказать, вот не класса. Класс – это социально-политический феномен. А в данном случае Международная организация труда дала критерии неустойчивой занятости. Поэтому, когда мы говорим о классе, мы говорим о той части этих людей, которая осознала свои интересы, как-то их выражает. Кто туда попадает? Это критерии сроков контракта, короткие контракты. То есть это как бы альтернатива стандартной занятости. Бессрочный контракт или контракт короткий. Второй критерий – это природа трудовых отношений, когда нарушаются прямые отношения работодателя и работника. Это вот и заемный труд. И в скрытой форме найма, когда он таксист, у него есть патент, он вроде бы как самозанятый, а фактически он наемный работник у работодателя, который его, так сказать, нанимает. И третий критерий – это условия труда. Это отклоняющегося от стандарта рабочее время, это низкая заработная плата, это отсутствие социальных гарантий, отпуска, больничные листы. В том числе сюда входит значительная часть теневой экономики. Практически вся теневая экономика составляет этот вот, как бы туда входит вот в этот слой людей. Поэтому вот я просто хотел добавить, что есть критерии определенной международной организации труда, они вообще признаны. Поэтому во всем мире изучается эта проблема и предлагаются пути, как уменьшить масштабы этого явления. Но, к сожалению, они не уменьшаются. Ну, да, кто еще хочет добавить, только у меня вопрос. Получается, хорошо это или плохо, но этих людей уже так много, что это явление очевидно объективное. И вопрос стоит не в том, чтобы его изничтожить, поскольку он там, или минимизировать. А как его, с одной стороны, использовать наиболее эффективно во благо общества, а с другой стороны, как просто учитывать, кто и что отнести к каким-то категориям, ну и как защищать права этих людей, если они этого сами не осознают. Потому что, я так говорю, творческие работники рады этой свободе, хотя тоже жалуются, что у них там гонорары маленькие, или где-то их обманули. А основная масса, она даже и не думает о том, что им полагаются какие-то социальные блага гарантированные. Я бы хотел вот немного возразить сразу Вячеславу Николаевичу, который засомневался в термине класс. Понимаете, пролетариат когда-то тоже начинал с того, что он не осознавал свои интересы. Это были раздробленные группы, раздробленные. Поэтому терминология, которая говорит, вот класс в себе, который еще не осознал себе классом. А когда он осознает, он превращается в действенную силу. И я уверен, что... В том числе политическое, прямо политическое. В том же движении. Ну и вот уже моменты, которые связаны с проявлениями, я думаю, желтые жилеты. Вот наши проблемы с мусорными проблемами, с градостроительными проблемами. Это прекрасная характеристика, когда объединяются самые различные представители в протестных актах. Не соглашусь по поводу класса. Ну, вспомним Ленина с его определением классов. И самый первый пункт, там всего четыре пункта базовых. Первый – это место в общественном разделении труда. То, что называется прикариатом, это всего-навсего люди, которые не входят в систему общественной, социальной защиты. Они могут заниматься чем... По-старому, если говорить о той ситуации 20 века, это в основном, как это, внеклассовая прослойка типа интеллигенции, типа... Межклассовая. Межклассовая, да, виноват. Межклассовая. Типа богемы разные. Причем богема же не только богатая, там есть и бедная богема. И сегодня то, что произошло, это как раз результат разрушения экономического, той классовой модели, которая была. Потому что это люди, которые осознать свое место, свой статус, грубо говоря, продемонстрировать некоторые чувства собственного достоинства, не могут. Потому что их всех держат на коротком поводке. Я могу добавить только, что в кругу экспертов эта тема... И явление тоже далеко не новое. В середине 90-х годов прошлого века это явление уже привлекло внимание экспертов Международной организации труда. Вот мы сегодня можем сказать о том, что это явление в Российской Федерации уже настолько распространено, что не замечать его невозможно. Какие здесь проблемы? Эти люди действительно абсолютно не защищены. Более того, их труд законодательно не урегулирован. Хотя какие-то элементы регулирования все-таки есть. Я могу сказать, что в 2015 году была принята Конвенция МОД о регулировании труда домашних работников. Это первая международная конвенция, которая дает какие-то нормы международного регулирования труда хотя бы одной категории вот этих занятых... занятых нового качества. У нас в Российской Федерации в Трудовом кодексе также есть элементы нового регулирования. Если мы говорим о защите наемных работников традиционных, то мы вспоминаем в первую очередь о чем? О профсоюзах. Потому что защита через профсоюзы является сегодня таким самым оптимальным, то, к чему пришли с развитием цивилизации. Но если у нас нарастает индивидуализация в сфере труда, то о каком объединении мы можем говорить? Если мы говорим о том, что это нужно а, отрегулировать, б, предоставить защиту, значит, мы должны подумать о том, каким образом объединить этих работников в организации, которые помогут им отстаивать свои права. То есть здесь речь идет и о государственной политике, и здесь речь идет о новых формах деятельности профсоюзов, которые сейчас пока не предусмотрены законодательно. В том числе и какой-то электронный, цифровой, мультипрофсоюз, строение которого не связано или отличается от традиционных принципов профсоюзного строительства сегодня. Как? Спросите у нас, мы скажем, как. Но, давайте, раз вы эту профсоюзную тему затронули, Федерация Независимых профсоюзов России, самой большой, еще к советским профсоюзам восходящее профсоюзное объединение, туда может вступить вот этот работник ладька? Может. Как? Куда он должен пойти? Значит, сегодня, сегодня этот работник, если он узнает о том, что есть такой профсоюз, малого предпринимательства, он может туда прийти. Малое предпринимательство это для наемных работников? Да, для наемных работников, малого и среднего бизнеса. Ну, Зина Тихонову послушала, она еще не выступала. Да, я хочу обратить внимание на один момент, который сегодня еще, так сказать, как бы не рассматривался. Я хочу сказать, что то, что происходит сегодня и в российском обществе, это происходит во всем мире, как вы сказали, в условиях глобализации, это закономерный процесс. И то, что появился этот прикариат, мне кажется, что это, в общем, неизбежный процесс, потому что даже появился новый термин, мы говорили вот тут о различных формах занятости, он так и называется намадизм, как современная модель трудовой занятости прежде всего молодежи. Почему? Потому что на это хочу обратиться. Какое слово вы сказали? Намадизм. Намадизм? Намадизм, да. Поясните, намадизм это от намада или? От намады, да. То есть вот в одиночку хотят, не хотят они быть связаны с обществом. Я говорю, да, они хотят быть максимально свободными. Для них очень большая проблема, это чтобы была свобода и полная независимость и любовь к приключениям. Это связано в конце концов с тем, что появляется новое поколение молодежи. Мы знаем, что было поколение Х, Игрек, А, сегодня З, которые стремятся, так сказать, в полной свободе. Я просто хочу обратить внимание на другой аспект. Это поколение начиналось с поколения Х, как перелетные птицы, которые временно работали, где-то жили, но любили очень свободу и независимость. Для них главное было, они даже взяли себе на вооружение афоризм Каэли, который сказал, если я буду делать то, что от меня ожидают люди, то я попаду к нему в полное рабство. В связи с этим можно противостоять то, сказать, что есть такой парадокс, что жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. Поэтому здесь вот такое противоречие возникает, кто будет их кормить или кто не будет кормить. Тут возникает проблема. Я, начиная этот разговор, сразу сказал, что очевидно, что многие стремились к этой свободе не на конвейере, не за станком, даже не в офисе, в офисе и планту, где ты подчиняешься всему и все и не выходишь из этого стеклянного аквариума, пока не выбросишься в окно от тоски и ужаса. Это все понятно. Их очень много. Но только у меня такое ощущение, что этот феномен игнорируется. Усилия государства сосредоточены по-прежнему на классических занятых, на лучше или худшей защите их интересов. А вот этот многообразный новый класс, он лишен этого. А он же очень активный, они завтра потребуют, заведут семью, и он потребует декретный отпуск то ли для жены, то ли для себя самого, как сейчас принято. А откуда ему декретный отпуск? Он же свободный человек. Кто ему должен быть? У него никакой социальной защиты в обществе нет сегодня. Это же попытка. Государство целенаправленно пытается объяснить молодежи, что свобода важнее. Я напомню фильмы советские 50-х годов про людей, которые школу заканчивают. Там же основная была задача, да? Человеку объясняли, что ты не человек, пока ты не принес домой первую зарплату. А сейчас совершенно другая. Если ты устроился на работу, то ты идиот. Деньги откуда? Государство не имеет возможности ни в одной стране мира обеспечить для всего народа населения социальные гарантии. Мы, ну, за исключением тех, кто уже вышел на пенсию, мы все прикорят. Давайте уж прямо смотреть. Михаил Ильич, я еще раз вставлю вопрос. И, пожалуйста, прослушайте. Всегда будут люди, так или иначе, находящиеся в долговременных и как они там, трудовых отношениях. По крайней мере, с государством. Вот эти миллионы, с ними-то что нужно делать, как организовывать их социальную жизнь, как организовывать и нужно ли организовывать защиту этих социальных гарантий. Или они выбрали свободный путь? Ну, значит, выбрали, значит, вы вне этих социальных гарантий. Тогда нужно честно об этом сказать. Ну, надо вот, Виталий Тович, надо вот, мне кажется, разделять здесь несколько, как бы, провести его до разделов. Первое, гибкость занятости, которая развивается и будет дальше развиваться, это объективный процесс. Действительно, это ведет к тому, что, так сказать, часть людей, значительная часть людей, все больше будет выпадать из так называемой стандартной занятости. весь вопрос, это вынужденный процесс потом занятости для этих людей или он добровольный? Здесь я бы хотел обратить внимание не на тот слой, который, от которого вы говорите, свободных художников, там, вот, интеллигенции, прежде всего, конкуренциепособной, а на формальную вот эту занятость, на занятость в организациях. Потому что, вот, мне кажется, неправильный подход нашего правительства, в силу того, что он не осознает, а не осознает эту проблему, состоит в том, что они вот термин неформальной занятости выговаривают и связывают его с теневой занятостью. И пытаются вынести... То есть исключительно из теневой. Да, вытащить из теневой занятости людей, значит, для чего? Не для того, чтобы людям стало лучше, чтобы обеспечить тега, а прежде всего, для того, чтобы налоги, они больше платили. Ну и просто учет, чтобы был какой-то... Да, учет. И не с той стороны начинают, а главный-то проблем, прикряд-то, прежде всего, сегодня в формальной занятости. в сфере формальной занятости мы никогда не выведем из тени тех людей, которые вынужденно в нее уходят. Вынужденно в нее уходят. Вот по нашим оценкам, значит, если взять всех занятых, где-то примерно 72 миллиона человек на 100%, где-то 80% это имеют признаки прикоризованной занятости. То есть у них... То есть это уже большинство. Это просто уже большинство. В тольности. 80%. 80%. Хотя бы один и больше признаков. Из них только примерно 18% это вот так называемые неформальные занятости. Включая тех, кто легально работает и в основную часть, кто в теневой экономике. А вот 60% это тех, кто работает в организациях. У них низкая заработная плата. Поэтому они работают, продолжают искать работу. Но не могут ее найти в силу своей неконкурентоспособности или отсутствия рабочих мест. Или же, так сказать, они работают на нескольких работах, совместительствами занимаются. У них, так сказать, работодатель понимает, что сегодня гибкость это, так сказать, его интересы сократить им рабочий день, сократить им рабочую неделю. То есть он начинает его, поскольку этот человек неконкурентоспособный, а в моноградах вообще там, так сказать, вот одно, два, третий, он начинает их потихонечку придавливать. То есть в интересах бизнеса он там вынужденность создает для них. Он их потихонечку лишает даже стандартной занятости вот этих вот ее признаков социальных и трудовых гарантий. Поэтому сегодня, мне кажется, центр этой проблемы состоит в том, и здесь как раз роль профсоюзов, вот как я понимаю, наших основных профсоюзов, она очень велика, значит, донести сегодня, прежде всего, вот, изучить это явление в сфере организации, там, где ущемлены эти права. Вячеслав Николаевич, я другое делаю. Вы правильно употребили гибкую занятость, но я хотел поставить вопрос, каким образом гибкая занятость превращается в зыбкую занятость? Ну вот, потому что гибкой занятости, вы знаете, мы вот когда проводили исследования, а в том работодателе, они говорят, а что же вы хотите? Меняется автоматизация, цифровизация, мы должны приспосабливаться. Но пользуясь вот вроде бы объективными данными, они начинают урезать заработную плату, устанавливать определенный рабочий день, урезать его по таким образом, лишать, то есть, в общем-то, использование некоторых объективных закономерностей используется для того, чтобы в общем превращать этих же людей в зыбкую занятость в зыбкую занятость. Вынуждены вырезать. Так вот, я еще хочу один аспект сказать. Эту проблему обязательно надо связывать с распространяющимся движением в мире, который называется безусловный базовый доход. Вот это вот изменение людей, когда гарантии, вот вы говорите, пенсии не будет, того не будет, да, к этому все идет. Но тогда автоматизация будет восвобождать людей. Как жить? И вот сегодня целое движение, так сказать, огромное. В Италии на уровне правительства проводится. Все такое, так сказать, выплачивается. В Финляндии год назад был эксперимент, сейчас обрабатывают, начнут вторую стадию скоро и так далее, и так далее. Существует международная организация Биен, которая аккумулирует там несколько десятков стран, которые имеют там... Поэтому вот этот процесс гибкой занятости, который приводит к вынужденности для значительной части людей из-за низкой конкурентоспособности, из-за интересов работодателей сделать их зависимыми в этой ситуации, он приводит к тому, что в обществе начинают искать компенсаторные варианты новых форм социальной защиты этих людей. Безусловно. Но им просто дают условия 500 евро, но это не значит, что их с помощью 500 евро выводят из этого слоя или класса или... Едут собирать клубнику на эту в Польше или у себя неважно. сезон закончился, возвращаюсь. Это прикориат? Нет, если не защищены их трудовые и социальные права... А как они защищены? Надо искать новые механизмы защиты этих прав. А как от этого избежать? Ты же не можешь здесь что-то поменять? Ты не можешь сезонных рабочих отменить? Ты не можешь... А преподаватели выйдут, дайте отменить. Ресторан закрылся завтра, прогорел, неизвестно почему. А почему не искать новые формы социального страхования? Нет, но расскажите, как... Я вижу гигантский слой людей, хоть классом назовите их, хоть как угодно, которые невозможно уменьшить радикально. Даже если ты их поставишь на учет, от этого ничего не изменится. Поставил он на учет, а дальше что с ними делать? И суть по всему их будет по крайней мере не меньше. Я пока выявил только одно, что пенсии сначала они не будут получать автоматически, а потом и остальных отменят. Но какие-то, наверное, будут и позитивные изменения. Ну, вы знаете, я даже могу сказать, если уже касаться преподавательского слоя, то еще в недавнем прошлом все-таки заключались преподавателями пятилетний, а иногда десятилетний срок. А сейчас, в общем, заключают на год, на полтора, и даже на полгода умудряются на этом. То есть это вопрос законодательства. А чтоб не выпендривались. Да, чтоб не выпендривались. Тогда человек всегда молчит. Есть еще один момент, который уже не у преподавательской, мы вот когда исследования проводили, часто, вот так сказать, неоформленная работа. Он говорит, если я тебе оформлю, ты будешь вот такую-то. А если я тебе не оформлю, вот я его два раза буду платить. То есть идет замена правовых моментов вот убеждением. И особенно это на молодежь. И они часто соглашаются. И когда их ставят, вот мы в исследовании спрашивали, а как же вот будущая пенсия и все. Он говорит, это неизвестно, когда я до пенсии взрываю. То ли пенсионного фонда не будет, то ли профсоюзов не будет. И вообще-то поживем, увидим. Но есть объективная реальность. Он возник, опять же, не по злой воле, а просто это массовый общественный процесс, во многом естественный, связанный с технологической революцией, там, пятой, шестой, там, укладом, неважно какой. В конце концов, не только сезонные рабочие, вот эти все пиарщики, вот эти пиар-фирмы многочисленные, которые нанимают их артистов на один день, на один вечер, на свадьбу, на похороны, на юбилей, им все равно на что. По Москве это же, не знаю, тысячи, если десятки тысяч людей. Или эти айтишники, которые там дома сидят и что-то разрабатывают, они что, в профсоюзы у вас записались? Ну, есть немножко. В профсоюзах тоже. Ну, совсем нет, Их же все больше, и это пропагандирует, это должно быть больше, работать нужно на дому. А как тогда, какие гарантии у тебя, если ты работаешь дома? Куда может прийти, ну, упрощенно говоря, это самое, охрана труда и проверить? А у тебя дома соответствуют условия? Давайте начнем с простого, так сказать. Давайте, значит, будем преодолевать низкую заработную плату. Я за только, да. Ну, ну, с простого. Есть критерии достойного труда, которые определила Международная организация труда. Если заработок ниже двух третей медианной заработной платы, то эта оплата считается недостойной. 26% наемных работников в России имеют вот этот уровень заработной платы. Люди вынуждены, вынуждены заниматься этой занятостью, и у них недостойный прикоризованный труд. Поэтому первое, что мы должны делать для того, чтобы снизить вот этот вот масштаб этой прикоризованной занятости, это... Ну, он будет уменьшить суббот. Может, это будущее развития, будущее трудового рынка. Уже очень много различных появилось работ, в том числе и на Западе, среди мыслителей. Что делать с этой ситуацией, с прикоризацией этого труда и с таким количеством людей? Потому что, действительно, я согласна с тем, что современная экономика не в состоянии того или иного государства предоставить всем вот хорошие условия, достойные для жизни, оплату труда, соответственно. То есть, поэтому... И на многие годы вперед, но там до выхода на пенсию. Они, представляете, может быть, это утопия, я не знаю, но один из таких вариантов, например, гуляет сейчас в мире. Например, предлагают, чтобы человек не работал всю жизнь, вот и до совершеннолетия и до пенсии. Они предлагают разделить жизненный, как бы, цикл человеческой жизни на несколько этапов. Первый этап, человек работает, зарабатывает себе. Во втором этапе, он, так сказать, посвящает себе свободу некоторому. То есть, выучился там, 10 лет поработал, после этого, там, 5 лет отдыхает? Да, отдыхает, совершенно, живет на те деньги, которые заработал, для себя, совершенствует, занимается, не знаю, чем хочет. Потом, так сказать, и для семьи. Но его через 10 лет выгоняют автоматически, насильственно? Или это... Нет, он, он как бы... Имеет право. Имеет право, но законами разрешено такое, если это, кстати... Вы много знаете людей, которые способны заработать за 10 лет столько, чтобы потом жить хотя бы 3 месяца? Нет, я знаю несколько миллионеров и двух миллиардеров, которые... Третий период опять, они могут работать, а четвертый уже, как бы тот пенсионный возраст, когда люди отдыхают. Но сначала они о себе тоже думают. Это вот та вторая сторона. Ну, это утопия. Утопия. Ну, я сразу и сказала, может быть, это утопия. Это все равно, что предложение... Давайте увеличим летний отпуск до трех... Месяцев. До трех месяцев. Все скажут, да, давайте. А потом они месяц отдохнут, деньги есть, ну, еще полмесяца отдохнут, а потом не будут знать, что делать. Но это на Западе, так сказать, что у нас нет этого, да. Вот к экономическим я вам поддерживаю. Ну, вариант, по-моему, утопический, ну, по-моему, понятный, да. Дело не только в экономическом. Это такой важный момент. Это данные новосибирских моих коллег. Они вот провели по закрытым предприятиям. В 95-м году меняли профессию, место работы 19%. В 2005 году уже меняли место работы и профессии 25%. А в 2015 году уже меняли 36% людей. Это вот и потери социального престижа, и потери социального положения. Вы на что доженяли. Не в том, что они там стремились к этому. Да. Да. Жан Теренович, ну, в Японии, где так традиционно были привязаны к своим предприятиям на всю жизнь, приходили, все время там работали. Ведь что произошло уже на рубеже веков? Молодежь не хочет идти на работу в эти предприятия, где привязаны на целую, так сказать, жизнь. И вот это так создается прикориат. Там появилось даже особенно термин для этих молодых людей, которые осознанно не хотят идти на всю жизнь продавать себя тому или иному предприятию. И вот перебиваются. Вот неизбежно возникает вопрос. Ну, это лимпинизация в конечном итоге. Конечно, да. Ну, вот это факт. Но это объективный процесс. Вот профсоюзы на уровне международной организации труда, куда они там все входят, и как международная, а как называется-то? Международная организация труда, которая в сентябре 2019... Нет, профсоюзы все входят. Они входят. А, Международная конфедерация профсоюзов, да. Ну, вот там-то этим занимаются более конкретно. Конечно. Ну, вот, а в нашей стране как? Ну, вот, сколько у вас этих претарианцев, прекарианцев в наших профсоюзах? Никто не скажет. Никто, по нашим данным, в наших профсоюзах, если человек состоит в профсоюзе, что он уже защищен. О какой-то незащищенной занятии в этой ситуации можно говорить. Это первое. Второе. Нет, еще раз. Извините, я задам. Вот в Москве навели порядок с киосками. Замечательно. Все сейчас очень симпатично. Но этих киосков много. И они, так я понимаю, частные, они не государственные. Вот там продают люди пирожки или там, не важно что. Вот эти люди, которые там работают, они их владельцы. А выгодить, они могут вступить в вашу профсоюзу? Конечно. Вступили. И что завтра, когда его хозяин выгонит, закроет этот киоск? Ну, не вашим каким причинам? Чем вы можете ему помочь? Дело в том, что выгнать-то могут из большого завода. Нет. Не только из этого киоска. Нет, из большого завода я примерно представляю традиционный механизм. А здесь... Один и тот же механизм. То же самое. Предупреждение о сокращении, то же самое выходное пособие, если человек оформлено трудовое отношение. Там есть типовой трудовой договор, который заменит любой коллективный договор, потому что он состоит почти 33 страницы. Там так все детально прописано. Поэтому если человек заключает вот этот трудовой договор или хотя бы коллективный договор, там есть в этом предприятии, то тогда у него та же самая ситуация, что у работника большого завода. В случае, если он теряет работу. Не верю. Но... Совершенно-совершенно напрасно. Да, какой-то начальник... Владелец киоска будет подписывать на тексту страницы... Есть такие, которые подписывают. Вот кончился договор июня месяца. Нет, ВУЗ совсем другая ситуация. ВУЗ срочный договор и за месяц до истечения этого срока человек предупреждает о том, что у него истекает срок договора. Кстати, бюджетники, как показывает практика, в других государствах тоже могут быть на срочных трудовых договорах. Посмотрите на, скажем, ряд наших сопредельных стран. Там, что государственные гражданские служащие, что военные, что все имеют срочные трудовые договора. Но... Я хочу сказать о другом. Нет, нет, нет. Сейчас я... Как будто бы я там завтра устроюсь в киоск, когда меня это заинтегровало. Просто я не верю в реальность этой ситуации. Тридцать страниц договора существует, но я сомневаюсь, что подписывают. Не подписывают. Да, вы хотите... И статистика есть такая. Вы хотите сказать, что это работница этого киоска. Если она забеременела, она уйдет в декретный так называемый отпуск на тех же... И за ней сохранится на сколько там? На три месяца... На три года это место. Как на заводе? Платит-то ей фонд социального страхования, а не владелец киоска. Вообще-то. И будет все так работать? Конечно. Но у нее, скорее всего, будет низкая зарплата, поэтому ее опасность по беременности родом будет не самым высоким. Там есть вопросы... Надеюсь, несколько вот таких продавщиц нас смотрят, и они могут... Я тоже надеюсь на это. Что-то... Да, я тоже на это надеюсь. Отреагируй. Да, пожалуйста. Сейчас закончат. И продавщицы есть, которые этим пользуются прекрасно. Основная проблема здесь какая? Неинформированность. Профсоюзы, они хороши тем, что они информируют потенциальных своих членов и работников о тех правах, которые у всех есть. Потому что неинформированный работник в незащищенной форме занятости, вынужденной незащищенности, он представляет опасность для всех. Он угрожает всем, потому что он демпингует, а это означает, что он разъедает благосостояние, материю, материю общественного благосостояния он разъедает, как раковая клетка. Коллективное представительство это задача государства, то есть это методами государственной политики нужно обеспечивать коллективное представительство и работников, и работодателей. Потому что потенциал системы социального партнерства и коллективного договорного регулирования для решения социальных проблем он очень сильно недооценен. Так, еще последний, даже мой не вопрос, что вы хотите сказать, вот каждый покруглый, может, Михаил Ленинча начать, об этой проблеме. Теоретически, государство эту проблему может решить тривиально. Налоговые службы сегодня контролируют любого налогоплательщика, вменить налоговые службы, чтобы вместе, чтобы любая компания, которая платила налоги, объясняла, соответственно, как она платит страховки за всех работников, и т.д. и т.п. Вообще не проблема. Дело в том, что если это сделать, то все экономика рухнет. Потому что современная экономическая модель была создана в рамках противостояния двух систем, которая, с одной стороны, требовала поддержки социальной работников в рамках вот этого противостояния, а, с другой стороны, повышения жизненного уровня населения. По мере того, как стало понятно, что эта модель больше нежизнеспособна, стало необходимо от чего-то отказываться. Проще всего оказалось отказаться от системы социальной защиты, что мы видим и в бюджетной политике, то есть государственной и в политике частной. Вернуть назад можно, но только при условии, что средний уровень заработной платы и всего остального существенно упадет. А если примерно так, что будет развиваться, как сейчас развивается и у нас назад, то через 30-40 лет что будет? какой 30-40? У нас, соответственно, вот мы в 90-е годы у нас упало сверх употребление. Сегодня такая же ситуация стоит перед США, Западной Европой и Китаем. И это не 20-30 лет, это максимум 3-4 года. После чего будет создаваться новая экономическая модель. И в ее рамках можно попытаться через государство и с использованием пресловутых, соответственно, инструментов цифровизации, намерзительное слово, но тут никуда не денешься, делать так, чтобы это было обязательным условием. Ну, как это было во времена и сцена. Понятно. То есть, ты считаешь, что пока окончательно не рухнула нынешняя экономическая модель, сделала невозможность. Ничего не... Да, понятно. Ну, первое, конечно, это то, что на нашу власть государство должна осознать вообще-то проблему, масштабы проблем, научиться ее выговаривать. Много иностранных слов признают наши министры, но вот этого я... Пролетариат они не любят по одним причинам. Ну, не обязательно говорить, можно говорить, неустойчивая занятость, можно, так сказать, вот, по-разному это можно. Но важно понимать, что это не сводится к теневой занятости, что это сегодня объективный процесс. И важно, так сказать, чтобы управлять этим процессом, надо искать пути управления. Это вот первое. Второе, я думаю, что регулировать это прежде всего через развитие сферы образования. То есть надо повышать конкурентоспособность наших людей. Потому что все-таки прикоризация, это человек зависимый, прикоризованный человек. Он зависим от работодателя или сам поставлен, будучи самозанятым, в такие условия, что он не может, не имеет выбора, так сказать. А кто тогда будет работать прислугой на этих сезонных работах? Шабашка? Так вот, весь вопрос в том, чтобы те, кто заказывает эти услуги, чтобы они могли платить достойный доход тому, кто их исполняет. То есть это вот результат конкурентоспособности той части людей, которые добровольно выбирают эту занятость. Но это будут какие-то другие формы социальной защиты. Надо думать над социальной защитой этих людей. И в том числе надо организации. Я поддерживаю Немни Калаву, просто Союзы могут быть другими как-то по-другому организовывать. У нас в стране, по крайней мере, мне кажется, первый шаг в этом направлении сокращения прикоризованного труда сделан, когда вышел закон о самозанятых. То есть это же попытка каким-то образом вывести легализацию. запретить это или отменить это объективный процесс. Это невозможно. Не только в нашем государстве, но вообще во всем мире всякие попытки были, но это не получается. Так что процесс будет и дальше развиваться, и весь вопрос в том, какими законами. Плохо, что у нас всегда отстает это государство от реальной, которая в обществе происходит. Поэтому первый шаг как-то узаконить это самозанятое и упорядочить их жизнь. Это резко сократит количество сегодня уже прикоризованного населения у нас в стране в том числе. А дальше, ну что ж, будущее покажет и жизнь покажет. Главное, чтобы вовремя предпринимать определенные шаги. Хорошо. Да, нет, давайте сначала Нина Николаевна, а потом просто, Жанна Николаевич, вы закончили. Ну как авто до того слова я задам вопрос конкретный. Я просто подхвачу реплику по поводу закона о самозанятых. Он тоже подействовал неоднозначно. Он тоже подействовал двояко. А именно, у нас стандартно занятые стали расторгать трудовые договора, причем бессрочные, с работодателем, оформляться как самозанятые и арендовать у своего бывшего работодателя средства производства. Ну какое-то рабочее место. нет права. Ну дело не свободы имеют право, а каждый из них и работодатель, и работник как будто бы сэкономил на страховых взносах. Как будто бы. Хотя это на самом деле не экономия, а в перспективе это значительный ущерб. Но этот самый закон о самозанятых о чем говорит? Он говорит о том, что мы регулировать пробуем, но пробуем так вот методом пробоошибок. Жанна Терентьевич, вот в 18-м году, то есть год назад вышла эта ваша книга. А вот если вы сейчас, может, вы уже пишете там, новую редакцию или там второй том, вот что добавить нужно непременно, что вот упущено, что изменилось за этот год, что новое внутри возникло. Вы знаете, я сейчас обращаюсь в какой-то мере к опыту своего заводской службы, когда социологом. На меня большое впечатление произвело высказывание директора успешного завода. Когда его спросили, там, Василий Венедельевич, почему у вас успешный завод? Он говорит, я руководствую всем таким правилом. Нельзя людей сделать счастливыми, решая за них и без них, что им нужно. Это в Советском районе завод. Да, в Советском районе. И я глубоко убежден как социолог, мы должны к всему населению и к прикориату обратиться к тому, что им нужно, какие их интересы. И на основании того, там будет много чепухи, можем не согласны, но как вот и директор тот завода отобрать то лучше и оттуда наметить, что делать в трудовом кодексе, что делать в законодательстве, что делать это. То есть пойти от людей, понимая в том, что в этих вопросах они могут достаточно быть противоречивыми. А какие-то социологические исследования масштабные проводились в той же стране? Да, проводились. Я вот руковожу сейчас как раз одним из исследований несколько лет, которые вот называются прикориат, как новое социально-экономическое явление в российском обществе. из результатов этих опросов вы что-то новое узнаете о нем? Да. О прикориателе? Да. Что теоретически? Теоретически вот мы уточнили эти самые оппозиции, а фактически мы в общем-то обратились к тому, что с этой категорией людей не работают, не занимаются, ни работодатели, ни государство, ну и не даже исследовательской мере мы в какой-то определенной группе. Вот тут сидят представители, которые тоже этим проблемами занимаются. Это необходимы совместные усилия, но я все же еще заключение повторяю. Дана обратится к тому, что люди хотят. Иначе мы получим вот по этому исследованию, когда мы спрашиваем, не стали лобовой вопрос, участвуйте ли в управлении государством, а мы так вежливы, можете ли вы повлиять на принятие решений на уровне государства, региона, коллективе. У нас получилось 2-3 процента, которые говорят, что они могут повлиять. Но производственные организации, правда, там уже достигают 10-15, хотя это тоже достаточно ничтожная величина. Только с людьми, только с народом мы можем решать их, знать их, обращаться к ним, за их мнением, их исследуемым интересам, и тогда, верно, можем в большей мере повлиять на успешное решение этой проблемы. Хорошо, мы завершили наш разговор сегодняшний, я обращаюсь к телезрителям с одной просьбой, подумайте, а вот вы-то лично к какому социальному слову относитесь? может быть, вы часть этого парикариата, который несколько десятков миллионов человек в нашей стране насчитывает, и просто не осознаете это, а ваше поведение уже связано с психологией этого класса, соответственно, ваши права ущемлены, как у всех остальных членов этого слоя класса, ну и так далее. может быть, ваша жизненная стратегия каким-то образом изменится. Спасибо, на новых встреч в программе «Что делать?» Субтитры создавал DimaTorzok